Это будет интересно. Окей. Ай-яй-яй, юмор. Окей, а теперь как зерно, будешь заново. Физкульт, привет, друзья и ученики. Я снова в гостях у Стефана в Кайзер Университи. И сегодня очень-очень интересная тема. И Стефан продолжает отвечать на ваши вопросы, но на самом деле сейчас будет даже не вопрос. Нас просто обвиняют в тупости, в том, что мы ничего не понимаем. Давайте я лучше зачитаю, что пишет человек. Вы все помните, был недавно стрим, где Стефан, Салим, Григор. Мы говорили, как совмещать тренажерку с другими видами спорта. И касались темы выносливости. И вот парень был на стриме, и он пишет. Я был на вашем стриме, сразу же выключил, как только вы стали говорить, что бег не повышает выносливость. Вы все некомпетентны. Вы занимались боксом? Нет? Раз не занимались, что тогда вы обсуждаете? Дождались. Качки рассказывают, как тренироваться боксеру. Выйдите вы с боксером на поединок. Да вы выдохнетесь через 30 секунд. В выносливости ключевой фактор дыхательный ритм. Хочу напомнить вам, что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия «Фак фитнес». Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить себе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенькой за ступенькой поднимались. Улучшая свое здоровье, качество своего тела. Ай-яй-яй, окей, ребята. Гневный очень. Вот, смотри. Сначала, когда вы видели наше видео, мы не говорим, о чем мы не знаем. Если мы не знаем, мы просто скажем, мы не знаем. Понимаете? А когда мы говорим, что это либо мы знаем, либо мы тренировали. И примерно, чтобы вы не понимаете. Я с детства тренировал 7 лет вместе с Андерсон Силва. Знаете, что такое Андерсон Силва? Андерсон Силва – спайдер. Один из самых людей, спортсменов в UFC, который был 10 лет подряд. И мы тренировались кикбокс вместе с Мастером Новгощи. 7 лет каждый день ходили на тренировку. Поэтому мы много бокс тренировали. У нас больше кикбокс, но много бокс тоже тренировали. Поэтому мы знаем. Кроме этого, я 8 лет работаю в American Top Team. И мы сделали самые лучшие бойцы в мире. Поэтому мы знаем, о чем мы говорим. И когда вы стрим выключили, вы не поняли, о чем мы говорим. Потому что, конечно, бега помогает выносливо. Затем твой уровень какой? Если ты твой уровень низкий, тогда бега будет помогать. Но о чем мы говорим. И даже я могу, даже потом, это не силку буду сделать, но я могу слайд показать от исследований. И что делать? Например, от 0 до 100%. Если человек обычно есть 50% медленный мышечный волокон, 50% быстрый мышечный волокон. А если ты бегаешь, например, чтобы было легко тебе понимать. Человек бегает 15 км в час. Это максимум. Тогда все мышечные волокон будут выключены. Если он бегает на половину, 7,5 км в час. Это только первая часть обычно окислительной. А если человек уже тренируется это несколько лет подряд. Уровы митохондрии уже не на максимум. И не могут больше расти. Поэтому мы говорим, что не полезно для которых же имеет этого опыта. А как он больше тогда увеличивает? Надо интервальная тренировка. Либо спринт сделать, чтобы выключать новый единис, новый двигательный порог мышицы. И тогда митохондрии в этой мышице, которой нет, будут создавать. Поэтому надо сначала слышать, либо задавать вопрос как понаучно, либо просто как по-человеческому. Не просто как такие, чтобы мы не понимаем, о чем мы говорим. Сначала посмотрим наше разумение, а потом мы так ругаем. И надо дослушать нужно до конца. И надо дослушать. Если не знают, просто идти в стрим, там напиши, ими докажем. Другими словами, есть методы, повышающие выносливость, гораздо круче, чем бег. Правильно? Бег помогает. Но зачем надо смотреть, какой уровень у человека находится. Если человек уже находится на высоком уровне, это как Силуэн сказал, это пустое время. Почему? Потому что все митохондрии уже созданы. Он не может больше создавать в таком же уровне. Либо он должен увеличивать скорость, либо напряжение, например, угол отредибани. И это для вас, которые не понимают, мы можем доказать на лаборатории. Иди в лабораторию Витер Николаев, Силуэнов, иди сюда. И мы можем показать, как аэробный порог, я на аэробный порог. И тогда, если тебе бегать, каждый день, допустим, по часу за 6 км в час, а ты, твой уровень митохондрии будет увеличивать, будет на плато находится. Поэтому говорим, что не полезно. Это не будет тренированностью в том смысле, чтобы увеличивать выносливость. Не буду. Буду постоянно то же самое. Тогда, когда ты тренируешь по нашу программу, будет сразу расти, и мы доказуем на газоанализе. Так что, друзья, естественно, все, что вы слышите, ну, по крайней мере, не от меня, а от ребят, от Стефана, от Григора, от Салима, это не простая какая-то отсебятина. Это я могу вам что-нибудь сказать, что я думаю и как я предполагаю. Ребята, люди науки, они и спортсмены, они, если что-то говорят, то это обязательно подтверждено либо ихним практическим опытом, либо какими-то теоретическими наработками и современными исследованиями. Все наши видео, либо наука была, и мы читали, либо мы сам делали. Поэтому мы не будем болтать здесь. Это YouTube, это ученые, ученые из YouTube, а может посмотреть. А у нас, может, доверять, если не доверяешь, сам потестируй, и потом скажи нам на комментариях, и мы обсудим. Обсудим это все. Так что, друзья, надеюсь, мы отвечаем на все ваши вопросы. Видите, обсуждаем не только положительные, но и негативные комментарии. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И обязательно, если у вас есть интересная тема, если у вас есть актуальный вопрос, который вас мучает, пишите в комментариях. Я обязательно принесу его к Стефану, и Стефан на него ответит. Партнер сегодняшнего выпуска Animal North Drop. Друзья, это гармошка высокой степени очистки. А вы знаете, что чем выше очистка, тем меньше привыкания, тем меньше вырабатывается антител, тем дольше вы можете с пользой принимать данный препарат. Почему не спонсор, почему партнер? Я не получаю деньги от Animal, я получаю продукцию и сам ее использую. Вы знаете, что у меня проблемы и с грыжами, и протрузии, но самые большие проблемы это плечевые суставы. Мне очень хорошо помогает. И вы знаете, я не стану рисковать своей репутацией, советовать вам что-либо, что не принимаю, не использую сам. Попробуйте и вы, тем более, что у вас все это разрешено. Еще, друзья, мне очень много пишут, как принимать ААС. Расписывают курсы, просят советов. Но, так как вы знаете, что на YouTube я этого делать не могу, потому что канал заблокируют, у меня к вам предложение. Давайте будем раз в неделю встречаться у меня в Instagram. И там я вам буду рассказывать в прямом эфире, говорить, как, кто принимает какие препараты. И буду делиться тем, как и что принимаю я сам. Такая информация очень ценная, она будет абсолютно бесплатна для вас. Единственное, это все будет именно для ознакомления. Тем более, вы знаете, что мой канал для натурального тренинга. Я буквально недавно сам перешел на темную сторону. Ну что, друзья, Animal North Trove настоятельно рекомендую. Все ссылки на сайт и другие источники будут в описании к данному ролику. И не забудьте, по промокоду HEAVYMETAL вы получите 10% скидки. Оставайтесь всегда здоровыми и продлевайте здоровье своих суставов. Друзья, спасибо, что смотрите, спасибо, что присылаете ваши вопросы. Это очень и очень важно. На многие я снимаю вот такие ее обзоры. И нам все отвечают в комментариях, если про адекватные вопросы. Увидимся, как всегда, на журнодзале. Не забывайте делиться моими роликами в своих соцсетях. Ставить лайк или визлайк, обязательно написать комментарий. Все это помогает, и это лучшая благодарность от вас, и в мире, и в каналах. Увидимся, как всегда, в подможенном зале. Всем сухой мышечной массой и силой. Устрала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok